Итак, наши доклады в некотором смысле переключаются. Дело в том, что информационное общество ставит часто новые вызовы. В частности, действительно, о несоответствии старой модели преподавания. В частности, что происходит со списыванием? Это сейчас не эпидемия, это сейчас пандемия в России, особенно связанная с психологией российского сообщества. Так, одну секунду, где тут у нас притч-даун? Вот, постановка посмотрим. И большинство здесь проблем сносит системный характер. По традиции, отличного было советского технического образования, сложные задачи и курсовые выдаются в большей части на базе опробированных, реализованных или провалившихся проектов. И аналогично бессмертной Демидордж-теории. А в условиях информационного общества достаточно два года повторить курс, и всё, на второй год вы уже имеете полную студенческую базу шпаргалок и решений. И все самые бесстыдные будут списывать, а их доходит до 80-90%. Кроме того, прохладное, мягко скажем, отношение большинства преподавателей к обязанностям означает, что они стремятся минимизировать усилия на проверку работы. Мне достоверно известен случай, когда преподаватель в конце семестра просто случайным образом поставил оценки всем, кроме пары человек, работы которых он посмотрел. Ну, а типично, что в итоге тупо списавшие, получившие правильный ответ, вот она автоматическая проверка, а те, кто сделали умную ошибку, остаются на бабах. Я своим студентам на первом же курсе говорю, пока вы говорите правильно, решаете правильно, я не могу понять, вы умный или дурак с хорошей памятью. Когда вы ошибаетесь, всё ясно. У умного ошибки умные. А самое главное то, что даже тот, кто ошибся, он получает гораздо больше знаний, чем тот, кто тупо скопипастил. И в итоге люди выходят, умеющие только копипастить. Помогает этому система оценки промежуточных результатов. И в частности система оценки преподавательского состава по среднему баллу. Получается, что преподаватель, по сути дела, оценивает сам себя. Нет ничего легче, чем поставить всем пятёрки и четвёрки. Госэкзамены и бакалаврские диссертации стали простой формальностью в большинстве случаев. И те специальности глубоко поражены этой болезнью. Попытки лечения прямого приводят только к тому, что становится ещё хуже. Это соответствует закону Паркинсона. Если прямо бороться с каким-то нежелательным явлением, принесёшь ущерб больше, чем от этого явления. Предлагается посмотреть, как устраивать контроль качества на выходе, а не посредине. Конечно, это рискованно. Многие, как и было сказано, обязательно будут пытаться тянуть до последнего. Ну и бог им судья, сами себе злобный галатина. Очевидным системным решением является максимальный перенос контроля с процесса на его результат. Это на самом деле в очень многих местах. Везде, где пытаются контролировать процесс, получается только хуже. Посмотрим, как, извините, китайское имя. Самый яркий пример мне известный из истории – мелкий император в итоге пяти династий Хуи-Ги, который пытался всё в своём царстве контролировать. И в итоге очень быстро потерпел полное поражение. Впрочем, да, мы посмотрим, как это решалось в истории. В европейских цехах грубный аналог студента – это подмастение. Переход на стадию мастера был связан с контролем квалификации. Претендент должен был создать шедевр и устроить банкет. Шедевр, естественно, всячески проверялся с теми мастерами. Мы вторую часть опустим, а первая часть – бессмертно. А студенты очень слабо контролировались в ходе обучения. И были банды вагантов, ходившие из университета. И долгое время вообще не вдавалось в Европе формализованных документов о совершении обучения. В случае необходимости всегда можно было навести справки лично. Но лучшие жёстко контролировались на выходе. Проверка будущего доктора состояла в диспуте. Он представлял тезисы и публично защищал их сплое с назначенными докторами. Раба университета присваивать доктора первоначально давали лишь папа и император. Университеты старались обеспечить высокое качество проверки. В Сарбонне, в частности, в XVI веке соискатель должен был выдержать бой с 12 докторами, подчерёдно нападавшими на него. Засчитали его с 5 утра до 5 вечера. Что? Да. После реформации право присваивать доктора присвоили себе практически все университеты. И качество стало подать контроля. В XVIII веке уже отмечалась девальвация учёной степени и большое количество фальшивых учёных степеней, заказных за защит, выполнение работ за других и так далее, и так далее. Смотрите, сегодняшний день. Камп и Гекель, в частности, я не скажу, что у них было что-то там такое, но они боролись лишь с двумя оппонентами и при поддержке пропонента. Поэтому в XIX веке стали требовать написания шедевра. Защиты в связи с размножением научных званий, ой, немецкая штука с XVIII века, началась целая куча званий, иерархии и так далее, стали практиковаться на выходе для большинства студентов. Без защиты диссертации в императорской России можно было получить лишь звание действительного студента. А кандидат и более высокие, они поощрялись хорошо. В частности, кандидат становился личным дворянином, а доктор – наследственным. И докторских было защищено всего 4078 за всё время. Представляете, какой был отбор серьёзный. Зато кандидатами выпускалась почти половина студентов. Контроль во время обучения постепенно расширялся в течение XIX века, и на выходе он сохранялся. Но промежуточный контроль в советское время уже стал намного жёстче, чем итоговый. Защита дипломной работы была дополнена госэкзаменами, в комиссии обязательно должны были присутствовать другие люди извне, но все это защиты и госэкзамены уже рассматривались как формальность. Мы их обучили, и теперь мы просто штампуем диплом. Это не контроль качества на выходе. Контроль был перенесён на процесс. В Англии на рубеже XX века были введены в различных теоретических факультетах Кемпреджа и Оксфорда жесточайшие прямоубийственные экзамены государственные, принимавшиеся комиссией из профессоров и выпускников этих университетов. Ну а наиболее удачная и жёсткая система проверки на выходе была реализована в императорском Китае. Просуществовала без инфляции тысячи лет. До конца XIX века не было попыток стандаризовать обучение, и не было больших университетов. Степень присваивалась по результатам государственных экзаменов. Вот как выглядит китайская гравюра государственный экзамен. Она несколько приукрашена, потому что эти самые экзаменующиеся видны. На самом деле они были в закрытых кельях. Экзаменующиеся сидели в индивидуальных кельях, экзамен длился трое суток, они могли организовываться время свободно, думать, писать, спать, есть. Кипятоком наливали принесённые мне чайники, по потребованию. Если один из участников был пойман на списывании или подкупе, экзамен аннулировался у всех. И поэтому они внимательно следили друг за другом. А если помогали поймать, то наказывали только непосредственно замешанных в попытке нарушения. В частности, соискатель, его доказывали палками и вносили в чёрный список, что он больше не имел права сдавать экзамены. А вот если это скрывалось потом, то часто даже казнили. По этой причине действительно инфляция была очень маленькая. Вот экзаменационные кельи, в котором видите, как их застали лет через 20 европейцы после конца экзамена. В качестве проучительного исторического анекдота о контроле промежуточных результатов напомним историю Лапласа и Наполеона. Наполеон преклонялся перед научным гением Лапласа и решил привлечь его как министра внутренних дел. О компетенции министра внутренних дел заодно уходило и образование. Вскоре он от себя уволил его, поскольку Лаплас принёс в управление двух бесконечно малых. Но по ходу дела он успел утвердить у Наполеона положение в университетах, где требовалось расписать план занятий так, чтобы в любой момент можно было проконтролировать, ведёт ли профессор занятие по плану. После отставки Лапласа это было быстро установлено, но это осталось в истории как идиотское решение Наполеона. Предложение. Предложение. Предлагается система контроля квалификации выпускников. Предлагает контролировать учебный процесс и вместо этого ввести государственные испытания, а не просто госэкзаменны. Для ТЭС специальности, дальше я буду послушать, а дей, сроком госиспытания достаточно 3-7 дней. Они должны отличать несколько задач разных, важные трудности. Причём на темы, которые университет или институт заявил как ведущий в этом университете. Потому что важнее иметь хорошо подготовленных специалистов, чем вечно затыкать дырой. При этом, да, вместо написания программы одной из задач вполне может быть, и даже это лучше, если это отладка чужой программы, взята из депозиторий СПО. Теоретические вопросы только по лучшим темам данного вуза, никакой уравнилоки на базе страны. Сочинение о свободном стиле, описывающее будущее деятельность. И вот это обоснование, почему лучшее. Что? Время, да? Скоро. Да. Так вот, идеальная реализация в основе китайского опыта. Иметь двадцать знаний, состоящие из одноместных келей, экранированных от внешней информации, с удобствами. Это коридор через раздевалки, в которых выпускники полностью переодеваются в казённую одежду и оставляют все личные вещи. Да, именно так. Потому что всё минеративизировано. Дальше. Всё время обоспытания используется по собственному усмотрению. Это заодно позволяет уменьшить стресс, связанный с сиденьем в тысячном коллективе и ограниченным временем. По поводу стресса. И что предоставлять? Конечно, компьютер, с какими программами, всё на базе СПО обязательно. И когда экзаменующий подал сигнал о завершении работы, копируют и заверяют электронной подписью с держимой изменяемой памяти. И в соответствии с опытом Российской империи считать вуз, прошедшим в гососпитании по данной специальности, если их выдала половина выпускников. А остальным вместо действительного студента выдать аттестат о среднем специальном образовании. Хоть пятёрки всех получал на списывании в зачётке. Хоть сто процентов пятёрок. Ты будешь считаться закончившим техникум. И специальность, по которой экососпитания дважды провалены, закрывается. И худший вуз тоже, может быть. При такой организации можно использовать в заданиях проверенные экологические задачи. И достаточно подготовить один качественный вариант задач. Всё. И как завершающий стрейк, для этого необходимо реорганизовать в Европе науки. Кстати, отсутствие контроля сверху за процессом обучения это то, что мы забыли о автономии университетов. Николай Николаевич, а что с интернетом-то делать? Большая часть задач, которые мы решаем, в том числе и научно, в том числе и исследовательских... А где он в этот кейде будет интернет? Нет его! Вот я и спрашиваю. Что делать? Пусть те, у кого интернет-зависимость, за это расплачиваются. Интернет-зависимость сейчас у всего мира? Ничего. В разной степени. Николай Николаевич, когда вы говорите про базу данных, это и есть интернет. Та база данных, которая нужна для новых исследований, называется интернет. Та, которая нужна для ваших исследователей. Та, которая нужна для прохождения экзаменов, она называется маленькой вырезкой. Всё. Кто будет определять формат этой маленькой вырезки? Государственная комиссия. А. Ну тогда только она издаст такие экзамены. А можно ведь и посмотреть, куда заходил испытуемый в процессе экзамена и сделать вывод по сфактам. Да, да, да. То есть мы можем посмотреть, умный ли ошибки он делал. Хорошо, давайте по-другому. Мы не можем объективно сейчас победить списывание. А если мы не можем победить, почему бы не возглавить? Смотрите, что такое свободное программное обеспечение, да? Это как раз грамотное культурное списывание. Почему я и говорил здесь о свободном программном обеспечении? Ну так может быть распространить эту практику и на другие виды дисциплины? Нет, на самом деле иногда необходимо проверить, так сказать, возможность работы человека самостоятельно. Вот это вот я и предложил вариант, который действительно был в некотором смысле и очень хорошо отработан в средневековье, но только не в европейском. Ясно, спасибо. Николай Николаевич, спасибо за доклад, как всегда. Мне лет в шесть родители перестали говорить, делай так, не делай так, и стали говорить, сделаешь так, будет так, сделаешь этак, будет этак. О том, что такой опыт, пришлось выяснять опытом. Вы когда рассказывали, мне подумалось, вспомнилось, вот это как-то, права купил, а ездить не купил. Если ты научился списывать, но не научился думать, то, ну извини, это тебе же боком вылезет. Возможно на прибаутках эту мысль доносить как-то получится поэффективнее, на примерах, да, в конце концов как-то спровоцировать, да, и показать результат. Нам наша историчка, вот в Киевской физмат-школе по управоучебникам уже в 90-х говорила так, что вы можете там себе делать шпоры, мне не главное, чтобы вы запомнили, зазубрили даты, мне главное, чтобы вы поняли логику событий и смогли проверить, в том числе по источникам, разной степени достоверности. Один из моих доцентов на Мехмате, если замечал у студента шпаргалку, конфисковал ее, изучал, если она была умная, повышал оценку. Тоже вариант. Но это, кстати, не очень вариант, потому что эта шпаргалка могла быть просто списана. Я на самом деле хотел бы поддержать оратора, который говорил по поводу возглавить. Сейчас современная ситуация именно такая, что нужно, можно сказать, даже проводить обучение, как найти эту информацию, потому что современные дети, вот в школе, они просто тупо не могут найти то, что нужно, неправильно подать запрос в тот же Яндекс или в тот же Гугл. И вот такие обучения надо проводить. А если уж надо просто какую-нибудь сделать изолированную среду, где нужно проверить, может ли он сопоставить, там два факта из них вывести, какой-то третий факт, ну, тут уже вопрос философский. Ну, действительно, отключите интернет, ну, создайте такие условия, где он не сможет ниоткуда списать. Это все возможно, реально, вполне вероятно. Те же шпаргалки нахождения, вот то, что часто говорят, если действительно умная, то можно там хорошую оценку поставить. Надо убедить, что это он ее сделал, можно просто вопрос задать, ты что тут вот написал в этой шпаргалке, одно слово там хотя бы, все помнить необязательно. Поэтому я считаю, возглавить процесс, научить их искать, это важнее. Не возглавить, не противоречит друг другу, они дополняют. Да. Спасибо большое. Спасибо.